Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами будем устанавливать Flats на Linux, и после будем устанавливать инструменты Android Tools, инструменты командной строки. Иными словами, работать без Android Studio вы сможете работать либо на первом этапе VS Code, но самое главное, что вы сможете работать Vim и IMEX. Я буду пытаться и дальше участников проекта, который касается DevHackers, то есть тот, кто участвует в разработке, смешанная разработка, получается, приложение на Flats, дальше серверная часть Django, плюс Django REST API фреймворк. Иными словами, полный комплект. Для этого, конечно, Android Studio в данном случае будет просто помехой. Во-первых, никаких знаний, да, жать кнопки. Поэтому все будем делать таким образом, чтобы все писалось ручками и было полное понимание, полный контроль. Ну и понятно, что когда мы обладаем такими инструментами, как IMEX или Vim, да, NeoVim, то мы можем работать и с Django, потом легко переключаться на мобильное приложение и так далее. То есть все в одном комплекте, а не прыгать со среды в среду. Я не настаиваю ребятам, чтобы они прямо взяли и бросили. Я уделил очень много времени, чтобы ребят научить IMEX, SpaceMax, мы брали версию. Ну, там выберут сами все. Итак, поехали. Мы ставим на Linux, на Windows, вы сами посмотрите, да. Я не сторонник жать кнопки, поэтому... Вот это первая установка, да, конечно, можете воспользоваться, но мы будем воспользоваться второй установкой. Поэтому первое дело, это нажимаем и скопировать ссылку. После чего открываем терминал. Если нет, установите в Get. Сюда AppInstall Get. Вот эту вот программку, либо Carl. И вставляем. Нажимаем Enter. Скачиваем флаты. Так скачали. Следующий момент. Мы видим, что следующее делается, что... Распаковываем. В домашней директории распределим флажки HF. И нажимаем Enter. Распаковываем. Сразу мы можем посмотреть. Он точно распаковался. Там много директорий, поэтому я просто нажму Перейти. Флаты. Да, то есть она есть. Теперь LS введем. Смотрите, обратите внимание, чтобы сейчас не говорить. Сейчас мы будем запускать команду Flate.Doc. Обратите внимание, бывает исключение. Да, вот не ставится и все. Поэтому заходим дальше в директорию BIN. Если доктор, доктор, да, выдает ошибку, то удаляем папку Cache. Да, сначала. Если опять выдает ошибку, то удаляем папку BIN полностью. Нечего, что переустановить. Ну, просто я говорю. Так, переходим к началу. И запускаем. Мы сейчас Dart не будем ставить. Сначала я хотел просто Dart. Мы проверим, работает ли вообще Dart. Да. Для начала давайте мы уже сразу же пропишем путь, да, вот, который рекомендуют они. Батчер RC, да. Так. Так. Можем проверить. Ой, что-то я немножко не то. Сейчас посмотрим. Сейчас я переделаю. Кое-что мне надо подстроить. Я пару секунд. Все, теперь все верно. Вводим команду. Кат баш рэс. И видим, все нормально. Теперь. Ну, эта команда навряд ли будет сейчас работать. Да, все верно. Теперь следующее. Нам надо пересгрузить. Давайте мы, прежде чем доктор, введем команду. Введем команду хитч, флаты, 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 дарт. Определяет, да. То есть в папке bin. Это папка домашней директории, bin, флат. Флаты, бин, дарт. То есть определяет. Следующее. Что они рекомендуют? Они рекомендуют еще добавить вот эту директорию. Мы добавили с вами директорию. А, вот эту и добавили. Не рекомендуют эту же. Если у нас другой путь. Но у нас в домашней директории, поэтому нечего там добавлять. Пока в всем. Теперь, иными словами, я все это сохраняю для вас. Мы добавляли команду. Вот это я тоже добавлю для вас. В итоге, мы с вами, нам необходимо раз команда. Еще раз это проверим, да. Чтобы у нас все это было доступно. И два команда. Я поставил специально знаки. Еще раз проверяем. Доступно, да. Теперь сам флат. Доступен. Теперь, ребята, запустим подробно, да, с подробностями вот эту команду. Сейчас я... Так. Ctrl-C сначала выводим. Запускаем. Просто пока, да. При вас политика, да, надо принять было соглашение. Потом мы все равно будем принимать. Значит, вот оно пошло отрабатывать. Надо просто немножко подождать. Так, какую картину мы видим. Так, стоп. Flats установлен, да. Все это будем чуть позже ставить. Теперь давайте посмотрим, что нам мешает. То есть, есть утилиты, которые нам надо поставить. Которые необходимы нам как раз сейчас для работы. Их надо поставить. Ставим под то, что здесь написано и ставим. Лишнее вам не надо. Силенк, пробел. Следующий смотрим. Симейк, пробел. Следующий смотрим. Вот эту. Нажимаем enter. Соглашаемся. Теперь, ребят, давайте проверим вообще Dart работает или нет. Потому что еще если открыть Dart Dart, Dart. Здесь тоже есть CDK, да. Он нам возможно сейчас, то есть, они предлагают отдельно, если надо, поставить Dart. Да, вот так. И он будет стоять уже по пути UCR-LIP-DART мы сейчас можем попробовать следующее, потому что у нас сейчас если мы перейдем в директорию то мы видим DART, да, здесь да, это файл это не директория директории синенькими, все правильно файл, то есть DART должен работать давайте создадим файл touch значит тест с расширением и чего-нибудь в нем напишем самое простое я еще не настраивал даже DART настраивал значит так, ну это нам сейчас не надо самое простое так, стоп и попробуем запустить да, 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 да прекрасно, да, прекрасно видим исключение понятно, что не поставили но исправим но тем не менее выдалай да, исправляем быстро так, да, да, да вот теперь я как видите спешка понятно 2 вольт ну бывает спешка 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 да так все то есть отдельно нет смысла нам ставить дарт хотя могли поставить отдельно пока не имеет смысла имейте ввиду что можно просто проделав команды поставить дарт который будет стоять здесь все работает возвращаемся к флац и теперь вводим флаг вы более детально и смотрим то что мы поставили мы поставили и так флация есть дарт видим стоит движок стоит dev tools стоит android будем отдельно ставить chrome потом уже в других уроках то что для сборки надо семейк все стоит android studio мы не ставим мы с вами можем я говорю что на первом этапе можно vs кода да там тоже можно во всех и работать и жанга и с api и сразу из теперь нам надо собрать первое приложение собираем смотрим да собралась нам предлагает перейти в папку ap и запустить flutter run ждем пару секунд и у нас должно запуститься наша первая страница флац и первый раз будет собираться долго потом будет быстрее пока ну то есть вот оно есть даже вот нечто работает код легко посмотреть нам надо директория сейчас байлт я думаю нет лип я думаю да так стоп ой не то нажал да вот наш файл хэмпэйш но это будем разбирать дальше сложно я не думаю что здесь будет что-то закрываем все вот здесь у нас предлагается быстрые клавиши все это дальше так проверяем дальше справочку что нам еще по сути дела все что нам надо он определяет больше ничего нет все пока